Устная речь Взрослые разговаривают между собой Мальчики спорят Дети слушают диалог героев мультфильма в телевизоре Девочки обсуждают секреты И так далее Письменная речь Это речь, передаваемая с помощью письма, букв, слов Приведем примеры письменной речи Текст в книге, журнале, газете Текст записки, объявления, заявления и так далее Внутренняя речь Это речь про себя Которой мы пользуемся, когда думаем, размышляем Не произнося вслух мысли Когда читаем про себя Приведем пример внутренней речи Размышления не вслух Чтение про себя Рассмотрите иллюстрации О каких профессиях идет речь Какой речью они пользуются На первой иллюстрации идет речь про профессию почтальона Профессия почтальона требует владения письменной речью Чтение адреса на письмах Устный Разговор с получателем Внутренней речью Продумывание маршрута при разноске писем На второй иллюстрации идет речь о профессии доктора Доктор беседует с пациентами Выписывает рецепты Очень часто доктору приходится принимать важные решения для лечения пациента Он много думает, размышляет Профессия доктора требует владения письменной, устной и внутренней речью На третьей иллюстрации идет речь о профессии учителя Учитель объясняет детям новый материал Читает литературные произведения Беседует с учениками Он пишет на доске В классном журнале В тетрадях учеников при проверке Очень часто ему приходится придумывать сценарии школьных мероприятий Обдумывать выбор решения в разных ситуациях Профессия учителя требует владения письменной, устной и внутренней речью Сделаем вывод Сегодня мы вспомнили, что такое речь и ее виды Уточнили, какую роль играет речь в жизни людей Обсудили, какими видами речи необходимо владеть людям разных профессий Уточнили, какими видами речи Субтитры сделал DimaTorzok